Из кризиса не выйти, а выехать. Автомобиль, на котором Нуржан Абанов развозит продукты, водитель переоборудовал под газомоторное топливо. Переделка окупилась быстро. Правда, неприятный осадок остался. Помимо очевидных плюсов, появились и минусы. Бизнес Абанова столкнулся с невозможностью пользоваться подземными паркингами, торгово-развлекательных центров и жилых домов. С начала года автомобилям на газе запретили въезжать в подземные паркинги. У спасателей своя правда. Причиной запрета, по их словам, служит страх взрыва. В этом случае ущерб будет нанесен не только автомобилям, припаркованным рядом, но и этажам над подземным паркингом. В ходе возгорания авто с установкой ГБО, которая горит на газе, работает на газе, имеет свойство взрыва. Это очень пожароопасно, может понести врушение. Поэтому, соответственно, логики остановка на подземном паркинге запрещается так, как в случае возгорания и взрыва ГБО имеется, может быть, разрушение жилого комплекса, повреждение, опасность жизни и здоровья людей. Ответственность и штраф в случае ЧП будет нести администрация многоэтажки, торгового или бизнес-центра. А значит, не пропускать машины на газе в интересах человека у шлагбаума. «Автомобили, которые у нас паркуются, мы не проверяем. А вот машины, которые мы не видели ранее всегда. Потому что, если вдруг случится что, вина ляжет на нас. Ну а если человек здесь живет и у него машина на газе, то ему придется парковаться снаружи. Правила для всех едины». В этом году в Шемкенте зафиксировано 23 возгорания автомобилей. И только две машины из них работали на газомоторном топливе. Но это не повод расслабляться и тем более отменять введенный запрет, говорят участники рейда. Мол, машин на бензине в городе гораздо больше. Отсюда и цифры.